Я хочу быть красивой и подтянутой и не боюсь заявить об этом всему миру. Именно так думает каждая участница конкурса «Мисс Фитнес Бикини», которая уже несколько лет подряд собирает полные залы зрителей в Гишкороле. Это не просто шоу красоты и грации. Фитнес Бикини – это особая номинация женского бодибилдинга, утвержденная Международной Федерацией Бодибилдинга и призванная показать, что спортивное тело может и должно быть красивым и женственным. Участницы этого конкурса раз за разом доказывают, что красота и спорт идут рука об руку. В этом году участницы конкурса вновь готовы удивить зрителей. Спорт вообще в мою жизнь вошел буквально полтора года назад, когда я решила похудеть, привести себя в форму. Самостоятельно занималась и в течение трех месяцев скинула больше 12 килограмм. Дальше я увлеклась с фауэрлифтингом за короткий срок, достигла немалых результатов, стала рекордсменкой в республике Мариэл. Становую я делала 102,5 килограмма, приседала я 95 на раз и жим лежа у меня был 45 килограммов. В один прекрасный момент я поняла, что все-таки фауэрлифтинг не для девушек. Здесь все-таки больше развивают физическую силу, это спорт для мужчин. Я решила попробовать себя в бодибилдинге, но, конечно, я хочу победить, как любая девушка из участниц. Хочется победы. Я знаю теперь, что красивое, подтянутое тело – это не миф. Стоит лишь захотеть и иметь настоящее желание. Вообще спортом я начала заниматься, наверное, месяцев 9 назад. Но это не значит, что до этого спорта в моей жизни не было. Спорт был, но нерегулярный. Добилась я таких результатов, что в талии минус 14 сантиметров, в бедрах минус 12 сантиметров. Это только благодаря правильному питанию, благодаря именно тренировкам. Ну, я пришла в зал, в принципе, наверное, как и все девушки, чтобы похудеть. Ни о каком наборе мышечной массы и речи не было. И только вот постепенно, постепенно я сейчас, и только сейчас я заинтересована именно в прогрессе роста мышц. И я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Когда ты видишь свою фотографию месяц назад, и фотографию сейчас ты сопоставляешь. И именно ты видишь прогресс, ты видишь результат, и это мотивирует. Главное не победа, главное участие. Здрасте, но вы не види висы, как говорится. Ну, наверное, всех приводит в зал. Это желание заниматься спортом, иметь красивую фигуру. Спорт – это здоровье, поэтому у нас очень много болячек, и поэтому мы стремимся как-то себя оздоровить тем самым. В этом мне очень помог проект, потому что здесь есть стимул заниматься, здесь есть ответственность ходить, заниматься, не пропускать. Поэтому уже для этого получаются хорошие результаты. Добавилось то, что хотелось добавить, это в плане мышц. И, конечно, ушло то, что тоже мешало. То есть фигура становится, конечно, красивее, спортивнее. Спорт – это, считаю, сейчас современно, поэтому как-то ты идешь даже в ногу с молодость, со временем. И это, безусловно, тебя радует. Больше внимания от окружающих, комплименты. Когда ты думаешь, ну вот, вот это упражнение, ну, может быть, все, может быть, хватит. Яна, давай остановимся, отдохнуть, уже как бы и так молодец. А потом совесть все равно говорит, давай еще сделаем. И вот потом уже от того, что ты такой молодец, то, что у тебя все получилось, вот это вот, конечно, радует. И гордость за себя. Год назад я стала мамой. Для меня рождение ребенка было большим событием. Но, к сожалению, это повлияло на мою фигуру и внешний вид. И, конечно же, нужно было что-то делать. И для меня участие в проекте стало вызовом самой себе и мотивацией для того, чтобы поменять свою фигуру и свое тело. За эти полгода, кроме того, что я занималась спортом, я научилась менять привычки, достигать своей цели и научилась терпеть. Самое сложное, конечно, поддерживать правильное питание. Вокруг столько вкусных соблазнов. Самое приятное – это занятия по позированию и подиуму. И на этом проекте мы не только занимаемся спортом, но еще и отрабатываем свою женственность. Превратить обычных девушек в прекрасных спортсменок – задача профессиональных инструкторов. Справиться с ней под силу тренеру, который сам регулярно выступает на соревнованиях и в курсе всех новшеств в мире спорта и фитнеса. Готовит девушек к конкурсу лучшие инструкторы Федерации бодибилдинга «Марьел». У большинства из них за плечами не один десяток чемпионатов и соревнований. Начнем с того, что девушки изначально пришли не в спортивной форме. Было видно настрой в них, потому что желание. Они хотели добиться результатов. Многие из них, большинство даже, в принципе, добились больших уже результатов на данный момент. Сейчас уже заключительный этап подготовки к соревнованиям, можно сказать. Мы хотим, чтобы девушки подготовились более качественно, потому что видим в них желание и стараемся максимально им помочь в этом. Девочки могут стать примером для каждого. И если очень постараться, то такого результата, какого хотите вы, вы можете добиться сами. Это нужно лишь постараться. Прийти в тренажерный зал, обратиться к тренеру. Если вы хотите более быстрого результата, то вы можете обратиться к индивидуальному тренеру. Он вам распишет программу питания. Программу питания посоветует, как правильно, в какое время что употреблять, что лучше усваивается. Тренировки полностью контролирует, полностью отрабатывает технику. А также дежурный тренер может подсказать, написать программу. Также подскажут. Любой вопрос они отвечают. Я думаю, у вас все получится. Главное, прийти в зал, начать тренироваться. Федерация бодибилдинга Мариэл, фитнес-центры Византии и Византия Джим приглашают всех на шоу спорта, красоты и моды. Мисс Фитнес Бикини, которая состоится 21 ноября в ДК 30-летия Победы. Фитнес-центры Византии и Византия Джим – это новый фитнес в твоем стиле. Это современный тренажерный зал и залы для аэробики. Фитнес для каждого, силовая аэробика, танцевальные направления и новая программа – Академия детского фитнеса. В фитнес-центрах Византии и Византия Джим работают сертифицированные инструкторы, мастера своего дела. Это лучшие тренеры Федерации бодибилдинга Мариэл, Ростам Шакиров, Александр Мышляева, Елена Шматкова, Александр Мусерский, Екатерина Масунова, Максим Кислицын, Александра Масленникова.